Субтитры сделал DimaTorzok Газ и на свет Итак, поехали Подорожал ли бензин или нет? Подорожал ли газ или нет? И подорожал ли свет в Италии на сегодняшний день? Сегодня, напоминаю, 1 октября 2022 года Итак, поехали Цены на энергопродукты в Италии Парвам! Итак, мои дорогие Посмотрите, какие цены сейчас на бензин То есть раньше, это 2 месяца назад У нас было почти 2 евро А то и больше Сейчас 1 евро 60 копеек Приблизительно, во везде Где-то больше на 2 копейки, где-то меньше Но это self-service Вот там немножечко, еще вам показываю Еще дешевле Но обратите внимание, что На дизельное топливо цены намного больше То есть на 12 копеек Ну и показываю У нас сейчас температура Все равно сейчас еще лето Бабье лето И температура у нас довольно-таки высокая 19-22 градуса А Винченцо считает Ну короче, как обычно Буду вам показывать наши красоты И буду рассказывать о ценах Ну Винченцо решил посчитать За прошлый год За позапрошлый Сколько мы платили За газ За свет То есть за газ Это, конечно, зимний период Когда мы включаем отопление Сейчас Сейчас В этом году У нас пришли Так сказать Булеты Пока еще получается 1 кубометр газа Стоит приблизительно Где-то 20 У нас получается Полтора кубометра пришло И 23 евро Это стоит Дорогие мои Хотела сначала Про бензин рассказать Это мы, кстати, поехали Опять в Мадонна де Монтанейро Который делает чудеса Бензин Почему Подешевел Сейчас То есть Если он был сначала 2,2 А сейчас 1 евро 60 копеек Потому что Государство Италия Решило сделать Дотацию 30% Ну, как я говорила Вот мы в Монтанейро Поехали И пейзажем полюбовались Ну и немножко Потому что В этой Мадонна Монтанейро Делает чудеса Вот, дорогие мои Как раз в октябре месяце Смотрите, какая красота Ну а я буду показывать красоты И продолжать свою историю Короче, дорогие мои Сейчас Государство Италии Дает дотацию На бензин 30% Но Эта дотация Будет Поэтому И немножко Снизили сцены Ну, довольно-таки Хорошо снизили сцены На бензин Я имею в виду Но эта дотация Будет До конца Октября Если Эту дотацию 30% Не продлят То значит В начале ноября Цены снова Подпрыгнут До 2 2 И больше Евро За 1 литр Я имею в виду Бензин То есть Дизель Еще на порядок Дороже Ну а Цены на газ Как я уже говорила Это получается У нас Вот за полтора Кубометра Но это уже За 2 месяца Полтора месяца назад Мы платили За полтора Кубометра Мы заплатили 23 евро Сейчас Эти цены Снова Подскочат Чем хорошо В Италии То есть Россия Пока этот Северный поток Прикрыли И разбомбили Сейчас И в Италию Поступает газ Еще и Через Азербайджан Поэтому Италия Немножечко Еще дышит Ну и свет Свет конечно Тоже подорожал Но мы будем смотреть Потому что Сейчас еще в Италии Как я уже говорила 22-20 градусов И ночью Тоже У нас еще пока 18-19 градусов Получается То же самое Что днем Что ночью Почти одинаковая Температура То есть Отопление Мы пока еще Не включаем Ну а когда Будет совсем холод Будем смотреть Что дороже Свет Или газ Потому что Мы установили Кондиционеры И если будет Свет дешевле Значит будем Пользоваться кондиционерами Как отоплением Ну в общем Я думаю Что перезимуем Ну а мы после Мадонна Демонтенейр Поехали еще В Ливорно Походили по набережной Потому что я люблю Эту набережную Обожаю ее Немножечко капал дождик Немножечко выглядывало солнце Но капал он совсем Незначительно так И мы с удовольствием Погуляли Набережная совершенно Новая Красивая И мне очень понравилась Понравилась Эта прогулка Мы дышали воздухом Воздухом морским Потому что здесь Набережная вся Открытая То есть можно Гурять по набережной И дышать Вот таким Свежим морским воздухом Очень даже здорово Встретили Туристов из Англии Но они Очень хорошо Говорят по-итальянски В футболочках Безрукового На велосипеде Под дождичком Ездили на велосипеде И остановились Увидели Что мы делаем фотографии И сами Сами предложили Сделать нам Фотографию Вдвоем То есть они Нас сфотографировали Вдвоем Свинченцы Было так приятно Улыбаются И совершенно Такие расслабленные Несмотря на погоду Там кап-кап Дождик Для них Совершенно Ничего Не значит Они все Такие Безруковые Безруковые То есть итальянцы Конечно И мы немножечко В курточках А они С коротким Рукавчиком И на велосипеде Наяривают Ну конечно Настроение было Хорошее Потому что И погода Такая кап-кап Но очень Было тепло Тепло И мы Насладились Вот этой погодой Насладились Этим замечательным Денечком Ну и конечно Вот несмотря На энергию Здесь еще У нас энергия Моря И мы ее Тоже Тоже С удовольствием Принимаем Волны Вот эта вот Морская вода Соленая Очень было Красиво И приятно Дышать Этим воздухом Дорогие мои Смотрите Какая набережная Это город Ливорно Это портовый город Здесь конечно Очень-очень-очень Много всяких кораблей И маленьких И больших И яхты Ну и вообще Очень даже Интересный город Ну волны Даже Плескались И через забор Чуть-чуть Меня не замочили Ну в общем Такая вот у нас Получилась Поездка В Ливорно Ну а потом Потом Мы еще попали Но не совсем попали Вон я там В бисерке торчу Это мне Венчин Так фотографии делает Ну в общем Дорогие мои Мы еще потом Увидели Что потом Оказывается Был какой-то Типа такое Соревнование Молодых Девочек От совсем Маленьких До Более-менее Которые На коньках На роликовых Катались И делали Всякие Разные танцы В общем Как раз Хорошо получилось Их Руководитель Сказал Чтобы они Не боялись Потому что Тучи начали Хмуро Сказал Что не бойтесь Потому что Мы счастливые И должны Мыслить Позитивно И выглянет Солнышко И оно Действительно Потом Выглянуло Потому что Действительно Все Мыслят Позитивно В общем Вот смотрите Сколько здесь Народа И все Уже Готовятся Готовятся К этим Соревнованиям Но до соревнований Нужно было ждать Еще целый час Мы с Винченцем Не дождались Но немножечко Вам решила Показать Какие они Все красивые И счастливые Ну в общем Вот такая Набережная В Ливорно Любим мы Здесь прогуляться Когда ездим Монтенейро Обязательно Сюда Захаживаем Ну и мне нравится Еще здесь В Ливорно Именно Качуко Качуко Ливорнези Это такой Супчик Из Рыбный Супчик Получается И поскольку Он Именно В Ливорно Так сказать Родился Поэтому Качуко Мы предпочитаем Ездить Поесть В Ливорно И своих Друзей Я сюда Тоже Привозила Им Тоже Очень И очень Понравился Моих Друзей Из Америки Так здорово Тоже С ними Познакомились И они Я рассказала Про Качуко И мы Вместе С ними Поехали В Ливорно И поели С удовольствием Качуко Им тоже Очень Понравилось Ну вот Такие Вот Маленькие Ребеночки И побольше Чуть-чуть Уже готовы На роликах Делать Свои Красивые Танцы Мы с удовольствием На них Посмотрели Потому что Это тоже Такая Позитивная Энергия Тоже Энергия Дорогие Мои Ведь энергия Не только Газ И свет И все остальное Энергия Это вот Которая Между нами Тоже Энергия Которую Мы даем Себе И даем Другим Вот этот Позитив Который Дают Дети Конечно Это ни с чем Не сравнить Ну И свои Дети И чужие Дети Вот эта Улыбка Которая За какие Деньги Не купят Ну Уже После Ливорна Мы решили Винченц Сказал Поехали Еще В Марину Депиза Тоже По набережной Пизы Мы решили Тоже Погулять Пока Еще Находимся В Ливорна Вот это Тоже Мне нравится Очень С пальмами В общем Очень красивая Набережная Красивая И то Что можно По ней Ходить И дышать 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 Морским Воздухом У нас В Виоридже Практически Все закрыто Нужно По морю Ходить Здесь Это Вот Открытая Набережная Можно Спокойно Гулять И дышать Свежим Морским Воздухом Очень Это Мне нравится Ну и Конечно Очень Красиво Все Сделано Все Обустроено И чистенько И милое Очень Красиво Ну а Здесь Мы Уже В Марина Ди Пиза Здесь Вот Такие Камни Ну и Винченце Меня Тоже Сфотографировал Я Сливаюсь Вместе С Камнями Здесь Мы Тоже Хорошо Проехали А Когда Ехали Здесь Вот Я хотела Показать Вот Эти Базы Американские Которые Находят Бизы Их Очень Много Вот Это Все За Решеткой Это Все Американские Базы Поэтому Италия Конечно Находится Под Америкой То есть Что Америка Скажет То Они И делают В общем Вот Это Тоже Отклонение Дорогие Мои Ну В общем Показываю Еще Немножечко Вам Это Марина Ди Пиза Чуть Чуть Мы Здесь Тоже Погуляли Тоже Подышали Морским Воздухом Вчера Конечно Мы Надышались Очень Очень Много Морским Воздухом У нас Получился Целый День На море Нам Это Очень Дело Понравилось И Конечно Здорово Передаю Вам Энергию Моря Передаю Вам Энергию Италии Дорогие Мои Энергию Позитива Энергию Радости Энергию Любви Мои Хорошие Счастья Вам Голубого Смотрите Какого Красивого Неба Над головой Обязательно Нужно Пожелать Всем Мира 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 И добра Конечно Сейчас У нас Самое Главное Чтобы Был Мир Над головой Ну И Как Обычно Я Вам Желаю Из Солнечной Италии С вами Ольга Дорогие Мои Пишите В комментариях Что Вы еще Хотите От меня Услышать Люблю Вас Всех